Говорят, что японские автомобили самые беспроблемные и не капризные. Интересно, это касается всех японцев или только Toyota? Давайте рассмотрим Mazda 6 второго поколения. Насколько неприхотлив этот зум-зум? Вы на канале «АвтоСтронг» и сейчас увидите подробнейший обзор слабых мест этого автомобиля. Mazda 6 – это вам не Camry. Выглядит смело, стильно и свежо. Ничего скучного в её внешности нет, но можно ли годами эксплуатировать этот автомобиль без поломок и дорогих ремонтов? Готовьтесь, сейчас расскажем обо всех мелочах и больших проблемах Mazda 6. Это Mazda 6 первого поколения имеет способность к самоутилизации. Она ржавеет очень быстро, быстрее и громче, чем Opel. А вот Mazda 6 второго поколения отделалась от ржавого позора предшественницы. Антикоррозийная стойкость кузова у этого автомобиля очень приличная. О появлении ржавчины и интенсивном развитии коррозии не стоит беспокоиться, но пристально осмотреть кузов всё-таки стоит. Если ржавчины подозрительно много на внешних и внутренних элементах, то это верный признак ДТП. Нередко на Mazda 6 появляются проблемы с корректором линз фар. При этом на приборной панели загорается ошибка AF-S и, естественно, угол наклона света фар не регулируется по вертикали автоматически. Проблема заключается в выходе из строя датчиков положения кузова, либо обломаны их тяги. Датчики положения кузова находятся на подрамниках и соединены с рычагами подвески. На сегодняшний день на рынке очень много предложений по неоригинальным стальным тягам взамен оригинальных пластиковых, так и по самим датчикам. Отметим, что датчик положения кузова легко проверить. В его разъёме три пина. На левый пин подаём опорное напряжение в 5 Вольт, а правый пин соединяем с минусом. Мультиметр соединяем с минусом источника и центральным пином. При вращении штока сигнальное напряжение должно меняться от полувольта до четырех с половиной вольт. На дорестайлинговых Mazda 6 второго поколения противотуманки – это отличная мишень для камней. Противотуманки царапаются и разбиваются. Оригинальная противотуманка стоит $100. Можно поискать неоригинал или б.у. Обойдётся в два раза дешевле. Также в продаже есть стеклоплафоны по $7. Их можно переклеить. Задние фонари Mazda 6 со временем начинают потеть изнутри. Это верный признак того, что вспененные уплотнители позади них устали и начинают пропускать воду, которая может стекать в багажник. Новые прокладки давно не продаются, заменителей нет. Поэтому либо надо их мастерить самостоятельно, либо наращивать старые прокладки силиконом. Мазда 6 второго поколения, как и её предшественница, может удивить шумом волн. Это шум воды, которая плещется в порогах. Вода туда попадает через верхние дренажи, спереди мимо подкрылков. Вода из порогов должна сливаться через несколько дренажных отверстий. Если не сливается, то значит дренажи закупорены мусором и надо пробить засоры. Из порогов через технологические отверстия вода может попасть под коврик и замочить короб предохранителей, который находится внизу передней левой стойки. Из-за влаги и коррозии в блоке могут появляться ошибки по электрике. Например, может отключиться система стабилизации. Вода в салон может также попасть через уплотнение технологических отверстий в моторном щите, через которые проложены жгуты электропроводки. А вот если вода попала в подполье багажника, то тогда придётся снимать бампер и менять расположенные на кузове белые клипсы либо обмазывать их силиконом. Реже вода попадает в багажник через вентиляционные решётки за боковинами бампера. Пожалуй, нет автомобилей, в которых не переламываются провода в жгуте багажника. Мазда 6 – не исключение. Провода обрываются в местах изгиба. После этого отключаются электронные компоненты. То есть может потухнуть подсветка, а также может пропасть питание замка багажника. После этого багажник не будет открываться. На седанах и лифтбеках Mazda 6 кнопка замка багажника встроена в центральный стоп-сигнал и прикрыта резиновым колпачком. Когда колпачок лопается, в замыкатель контакта попадает влага, и тогда кнопка может срабатывать не с первого раза, а может срабатывать произвольно. Советуем не мучиться с ремонтом кнопки, под клеиванием, а лучше сразу купить оригинальную за $33, либо можно китайскую за $15. И вы надолго забудете об этой проблеме. Также стоит отметить, что через лопнувший резиновый колпачок и через уплотнение стоп-сигнала в крышку багажника попадает вода. Ограничители дверей Mazda 6 не очень долговечные. Их пластиковые фиксаторы изнашиваются через 8-12 лет эксплуатации, после чего двери, как в нашем случае, начинают скрипеть. Оригинальные ограничители стоят по $25. Также в продаже есть сменные фиксаторы. Но в любом случае для замены либо обслуживания ограничителей придётся снимать дверную карту. Водитель, да и передний пассажир Mazda 6 могут услышать скрип их сидений. В некоторых случаях сидение может качаться точно так же, как на старой доброй вазовской классике. Вообще инженеры компании Mazda устраняли этот недочёт по гарантии, но до сих пор встречаются машины с этой проблемой. Вся суть в том, что в механизме подъёма сидений отваливаются шайбы, фиксирующие его к салазкам. После этого втулки одной из четырёх опор подъёмного механизма выскакивают из салазок. Тогда сидение заваливается на бок и начинает качаться. Обычно сегодня владельцы решают эту проблему кардинально – либо приваривают шайбы ко втулкам, как в нашем случае, либо удаляют втулки из подъёмного механизма и на их место ставят болты с самоконтрящимися гайками. Если на панели приборов появилась ошибка по подушкам безопасности, то, скорее всего, дело в плохом контакте в электроразъёме. Надо прочитать ошибку, понять, на какую подушку жалуются ЭБУ, а затем просто подогнуть контакты в фишке электроразъёма. Кстати, о приборной панели. Если откорректировать реальный пробег Mazda 6, то нигде не в ни в каком блоке он не сохранится. Вот такая благодарная для корректировки машина. Это не совет, а предупреждение. Иногда на панели приборов Mazda 6 загорается индикатор DSC OFF. Вместе с этим блокиратор селектора АКПП срабатывает плохо, т.е. не удается сразу переместить селектор из положения паркинга. Проблема заключается в износе, выключателя педали тормоза. Он находится сразу над педалью. В этом случае лучше сразу замените его на новый. Он стоит 15 долларов и надолго забудете про эту проблему. При замене выключателя педали тормоза можно увидеть следы сварки либо трещины на кронштейне педали сцепления. Если основание кронштейна треснуло, то педаль перекашивается, нажимается туго и скрипит. Еще на Mazda 6 иногда отключается подогрев сидушки сидений. Обычно это происходит из-за сгорания одной из нитей. В этом случае помогает творческий ремонт нагревательного элемента с разбором сидушки. Ну а если на панели приборов постоянно горит индикатор низкого уровня жидкости в системе стеклоомывателя, то обычно в этом виноват поплавок датчика. Он просто не всплывает и поэтому индикатор постоянно горит. Датчик можно снять, добравшись до бака стеклоомывателя через правый передний подкрылок. Датчик просто выдергивается со дна бака. Затем его можно разобрать и почистить поплавок. Умельцы советуют улучшать плавучесть поплавка. Они сверлят одно-два отверстия в пластиковом поплавке и наполняют его поролоном либо пенопластом. Если Mazda 6 загудит моторчиком печки, то не удивляйтесь – эта болячка не такая уж частая, но известная. Гул происходит из-за трения в подшипнике вентилятора. Добавление смазки не всегда помогает в устранении источника гула. Придется покупать новый вентилятор. Оригинал стоит 180 долларов, но есть много заменителей по 60 баксов. Mazda 6 второго поколения оснащалась тремя бензиновыми четвёрками. Все атмосферные, никаких турбин. Моторы предельно простые и ресурсные. Вообще, моторы 1.8 и 2.0 достались этому автомобилю от Mazda 6 первого поколения, а 2.5-литровый вырос из старого 2.3-литрового. Если не экономить на моторном масле, то все эти двигатели без проблем пройдут 500 тысяч километров, а если экономить, то тогда появится масложор из-за залёгших поршневых колец, а также двигатель может провернуть вкладыши. Все эти моторы текут по прокладке клапанной крышки, по сальникам свечных колодцев, а также, кроме двигателя 1.8, по уплотнению соленоидов фазовращателя. Реже утечки масла появляются по прокладке теплообменника над масляным фильтром. Также периодически выходят из строя подушки опоры двигателя, особенно правая гидравлическая. Из неё может вытечь просто всё масло. Но чаще всего появляются вибрации по кузову, также толчки при смене передач или при нажатии и отпускании педалей акселератора. При износе алюминиевый кронштейн буквально ложится на резиновую опору подушки. Оригинальная подушка стоит 130 долларов. Раз в 50 тысяч придётся чистить датчики абсолютного давления воздуха и расходомер. Эти средства измерения нагрузки на двигатель есть на каждом четырёхцилиндровом бензиновом двигателе Mazda. Также вместе с ними надо почистить и дроссель. Если эти части сильно и быстро загрязняются, то это указывает на засорённость системы вентиляции картерных газов. Во впускных коллекторах этих моторов есть вихревые заслонки, ось которых разбивает посадочные места. После этого ось начинает вибрировать и шелестеть. А вот если выйдет из строя клапан управления актуатором, то тогда заслонки перестанут открываться, и мотор начнёт задыхаться. Двигатели объёмом 2,5 литра оснащены системой изменения длины впускного коллектора. Со временем тяга привода заслонок обламывается, а также может начать барахлить клапан управления актуатором. В этом случае отдача двигателя тоже снижается. В приводе ГРМ используются пластинчатые цепи, которые служат примерно 200 тысяч километров. Отметим, что если владелец довёл мотор до масложора, то имеет смысл сделать лёгкую капиталку с заменой поршневых колец и обязательным промером цилиндров. Это обновление обойдётся в сумму примерно 700 долларов. Иногда в этом случае может помочь раскоксовка. Иногда в продаже встречаются Mazda 6 второго поколения с дизельными двигателями. Это, как правило, универсалы, которые были пригнаны из Европы. Двухлитровый турбодизельный мотор достался Mazda 6 второго поколения от Mazda 6 первого поколения, а с 2010 года его заменили на мотор объёмом 2,2 литра. Оба этих турбодизеля неплохие, но требуют решения по части сажевого фильтра, а также внимательное отношение к топливной системе Denso. На оба этих двигателя на нашем канале есть подробнейшие обзоры. Mazda 6 с 1,8-литровым двигателем оснащалась беспроблемной 5-ступенчатой МКПП. Вот как в нашем случае. А все остальные двигатели Mazda работали с 6-ступенчатой механикой. Советуем следить за уровнем масла в этой трансмиссии, потому что оно охотно вытекает через сальники и могут захрустеть синхронизаторы. Двухпедальные Mazda 6 оснащены 5-ступенчатым автоматом FN-R5, который был создан инженерами компании Ford. На Mazda 6 второго поколения этот автомат уже пришёл без детских болезней. Износ опоры в задней крышке для барабана заднего хода случается редко. Тормозная лента стала выносливее. Этот автомат может пройти более 200 000 км. Главное, меняйте в нём масло каждые 50 000 км и желательно со снятием поддона и заменой фильтра. На Mazda 6 с АКПП нередко случается утечка трансмиссионной жидкости, которая попадает в систему охлаждения. Дело в том, что радиатор для охлаждения автомата встроен в нижнюю секцию основного радиатора и погружен в ванну с антифризом. Радиатор к трубкам крепится с помощью резьбовых штуцеров. Штуцеры текут по резьбам, и трансмиссионная жидкость беспрепятственно попадает в антифриз основного радиатора. А вот если штуцер соскочит с радиатора, то тогда антифриз может попасть в трансмиссию. При этом уровень жидкости в расширительном бачке будет, как говорится, под крышечку и с эмульсиями. Появятся пинки и подергивания в работе трансмиссий, а затем и ошибки. В этом случае придётся менять основной радиатор и промывать всю систему охлаждения и АКПП. А вот если АКПП серьёзно напьётся антифризом, то тогда придётся менять все фрикционные, потому что фрикционный материал разбухает от гликоля. Более надёжное решение для этой проблемы – это установка отдельного радиатора для АКПП, который охлаждается воздухом. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронге» есть прекрасное подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим очень классные мотоциклы из Европы в отличном состоянии и с минимальными пробегами, плюс продаём их с полным пакетом документов. Если нужен мотоцикл, обязательно обратитесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности в описании. Ну что, мы на СТО и начинаем. При покупке Mazda 6 надо обязательно обратить внимание на состояние рулевой рейки. Симптомы тут понятны. Руль поворачивается с заметным усилием. Если вы владелец Mazda 6, то надо обязательно следить за состоянием пыльников рулевых тяг. Именно из-за трещин, дырочек и слабого обжима умирают электрические рейки этих машин. Симптомы все о себе дают знать в сырую погоду. Здесь электромотор находится вокруг самой зубчатой рейки. Это значит, что через прорекли в пыльниках, особенно в левом пыльнике, вода получает свободный доступ к электромотору и его подшипнику. Если усиление совсем пропало, то коррозия убила и заклинила подшипник ротора. А если усилие работает только в одном направлении, значит вода повредила статор. Иногда электроусилитель периодически отключается, но это лишь начало его конца. Рулевые рейки Mazda 6 на сегодняшний день успешно восстанавливают. В продаже есть подшипник. Также можно посмотреть бэушную рулевую рейку на разборке. Не забудьте обратиться в «АвтоСтронг». С рулевой рейкой Mazda 6 случается и другая проблема. Ее симптомы такие – усилитель руля работает нормально, но машину постоянно тянет вправо. Причем увод происходит за счет поворота руля. Либо производительность усилителя снижается, или усиление становится неравномерным при вращении руля влево или вправо. Также электроусилитель руля может самостоятельно вывернуть колеса вправо до упора. Все это указывает на неполадки датчика крутящего момента. Датчик крутящего момента находится над рейкой на рулевом вале. Проблемой заключается в появлении трещин в направляющей втулке датчика крутящего момента. Удары околдобины разбивают пластиковую обойму втулки или со временем она просто изнашивается. Можно откалибровать в этом случае рейку. Симптомы уйдут, но вскоре появятся вновь. В этом случае придется устанавливать неоригинальный ремкомплект, который стоит $480. Дело в том, что датчик отдельно от рейки не продается, но в продаже появились втулки по $60. Вроде бы с их помощью можно устранить эту проблему. Для замены втулки придется снимать рулевую рейку. Спереди в подвеске Mazda 6 по два поперечных рычага на каждое колесо. Шаровая опора нижнего рычага запомнилась владельцам и сервисменам скрипом, который появлялся уже к пробегу в 50 000 км. Этот скрип не указывает на износ шаровой. Чтобы продлить ей жизнь, умельцы просверливали под шаровые отверстия и ввинчивали туда товотницу, то есть клапан для подачи густой смазки. Смазанные и обслуженные таким образом шаровые ходят долго и бесшумно. Новые рычаги на Mazda 6 стоят дорого. Нижний – более $400, верхний – в пределах $130. Сайлентблоки для этих рычагов можно купить по отдельности только от неоригинальных производителей. В целом передняя подвеска Mazda 6 служит очень долго. Стойки стабилизатора готовы пройти более 100 000 км. Ресурс втулок скромнее. Задняя четырёхрычажка не потребует ремонта до пробега в 150 000 км. Первыми сдаются сайлентблоки продольных рычагов. Оригинальные сайлентблоки отдельно от рычагов не существуют, но можно купить отдельно рычаг по цене $80. Передние ступичные подшипники на Mazda 6 меняли ещё по гарантии, так как они оказались слабыми. Если придётся менять ступичные подшипники, то учтите, что по размеру они точь-в-точь, как на Mazda 6 первого поколения. Но на новых подшипниках есть магнитная лента, с помощью которой датчики ABS считывают скорость. Поэтому и устанавливать их надо правильно. Наружу стороной с пластиковым пыльником магнитной ленты, иначе будет гореть ошибка ABS. Тормозные суппорты, особенно задние, на многих машинах страдают от попадания влаги и грязи под пыльники направляющих. Советуем осматривать их при каждом ТО, чтобы не попасть на переборку суппортов и установку ремкомплекта. Ну что, сегодня мы перечислили немало болячек Mazda 6, устранение которых требуется раз в 100 тысяч километров, либо же вообще раз в жизни этого автомобиля. Mazda 6 радует прочным кузовом, неприхотливыми моторами. В общем, это типичный японец, который требует своевременного обслуживания. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий, поставьте большой палец вверх и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».